Доктор субтитров А.Семкин 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 хорошо нет стричься не будем я передумал прощай где можем в картишки сыграть наверняка с ним тоже надо может партиз играем партию в гвинт только нож убери на помаде и дешево и хорошо хватит мне в правое ухо кричать про помаду а тут как видите весьма популярна это новая колода нехило но я это все сбрею давайте еще вот так вот Все, спасал, хорошо Нет, пока подождем, мало ли, а вдруг там чучело у него Нет, у него не чучело, хорошо Да все, ты проиграл уже Хорошо, продолжаем наш путь на тренировке Давай-давай, веди нас Куда ты нас вообще ведешь? Ночь на дворе А дед в это время, между прочим, развлекается Пока мы тут бегаем просто Ну, и что надо делать? Все готово Теперь послушай, потому что это действительно сложно На маршруте расставлены куклы и щиты Куклы ты можешь рубить мечом, а по щитам надо стрелять Тогда тебе будет начислена дополнительная дрюга Звучит это, может, и не сложно, но поверь мне Многие рыцари проиграли в этом состязании и ушли с позором Во время настоящего заезда Твои очки будут подсчитывать судьи Но пока езжай спокойно Хм Конный бой Зажмите кнопку атаки, чтобы перейти в замедленный режим Так вам будет легче попасть в цель Геральт сам выберет направление атаки В зависимости от того, где находится враг Стрельба из седла Зажмите кнопку прицела, чтобы войти в замедленный После этого плотва Сама будет поддерживать выбранный темп и вам не придется Да Понятно Но звучит действительно сложно Согласен Реально сложно Они хоть как-то подсвечены? Ну да Как-то отмечены отдельно щиты Что-то щитов не видно А вот Вроде бы получилось, но плотва почему-то потеряла темп А еще ночью плохо видно Глянь Можно и пропустить, если честно На самом деле нелегко Ну что, хватит? Или желаешь проехать еще раз? Да не, я понял смысл Мне уже хватит Хватит Не хочу загнать лошадь до начала состязаний Куда теперь? Ну Давай пеший бой Ну что ж, давай С удовольствием разомнусь Замечательно Это будет пеший бой один на один Каждый здесь упражняется на свой лад Например, Рейнфарн сражается алебардой Пойдем со мной Давай Ты будешь драться в дружине вместе с другими рыцарями Такие стычки имитируют настоящее сражение В конце ты проведешь поединок, который определит твое место Я всегда так любил поединки Но теперь думаю только о вивиене В общем, хорошо вышло, что ты меня заменишь Чувствую сейчас, но не смог разобраться Блин, такие сложности, если честно Зачем? Непонятно Эм Непонятно, почему вылетел он Я переиграл дошу до этого момента Любимец Поэтому продолжаем бежать Что-то плюются, приведены Скар Ты прочь с дороги Ты прочь с дороги Стань посреди учебного поля Кто-то из рыцарей тебя вызвал Ну окей Прям посреди поля Меня два раза просить не надо Я зарежу тебя как свинью Не понял Не понял Быстрее! 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 А почему А почему нету Этого Возможности знаки использовать Хочешь еще поупражняться в бою? Да ты шутишь, я его с одного удара Хватит Хватит с меня Прости за прямоту Но самый простой Ведь матч и заказ требует больше умения Чем такой бой Блять справедливо Куда теперь? Стрельба Постреляем в цель Пойдем со мной Давай Ровно до тех пор Когда вдруг раз Состязание в стрелку Ты срежуешься с другим участником на очки И на... Подожди, подожди А что там за меч? А, но он хуже Побеждает тот, кто первым поразит все свои цели Надеюсь, я целюсь не хуже того Купидона Чтоб подстрелил тебя Не понимаю, о чем ты Глупенький, глупенький, несчастный Педро Не понимает, о чем Хотя удивительно Откуда Геральт Про Купидонов Знает Бей в красное И все И все Все? Это все? Это все? Еще раз Еще раз? Ты издеваешься надо мной? Это было проще паренери Хватит с меня стрельбы Теперь иди в шатер, где записывают участников Слава славы, но и бумаги должны быть в порядке Да В самом деле Выглядеть не сложно Все Кроме Ебаной верховой езды Вот это Верховая езда Просто Мне кажется Неимоверно сложная Будет За скандал накажут плеткой Есть закон про это четкий Вальдерим таялись Понятно А, это список участников Что тут? Запись турнированного писаря Международный рыцарский турнир под патронажем Девы Вивиены Детабриз Участники зарегистрированы и квалифицированы, чтобы принять участие в соревнованиях Грегуар из Гаргоны, победитель предыдущего турнира, не будет участвовать в отдельных соревнованиях и выйдет на поединок в финальном поединке с тем, кто наберет наибольшее количество очков Все оказывает на то, что Грегуар защитит свой титул Анси, принц Лирии и Ривии, участвуют третий раз подряд Орм, Акерспарк, принц Мехта, родной брат императора Эмгира, четвертый раз на турнире Пальмерин, барон Деланфаль, шестой раз на турнире Донимир и Строя, рыцарь Риданский, первый раз Райнфорд Варатре, это видимо какой-то родственник посла, седьмой раз на турнире Победитель какого-то там, когда-то давно Гиде Буафресне из Метины, в родстве второй степени с Ренаром де Буафресне, странствующим рыцарем Йосиакис, третий раз на турнире Дельвин из Крижо, молодой рыцарь первый раз Тайлис из Дорндаля, рыцарь Ордена Палащей Розы, Тайлис, тот самый Тайлис, рыцарь Ордена, тот самый Тайлис Он в книжках был, ему Геральт там, этот, отметину оставил на лице, и то по сути, блять, он сам об свой меч ударился Ну, кто читал книжки, тот в курсе Линос из Метины, третий раз на турнире Гильом де Ланфаль, племянник барона Пальмерина, подсу Да, да, да Это мы Приветствую, хочу заявиться на турнир Разумеется, сперва уладим формальности По просьбе Гильома, я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире, как Геральт из Ривии Вот так сюрприз Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого Не часто мы встречаем участника с двумя гербами, какой ты выберешь? Как ты докопался до Равикса? Равикс из Черторога? Как ты до этого докопался? Здесь, в Тусенте, мы относимся к Геральдике очень серьезно Один визит в княжеский архив, и я узнал все необходимое Как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого Ты присутствовал на Перу в честь пятнадцатилетия принцессы Паветы Дочери королевы Каланта из Цинтры Все верно Ну, давайте еще Интересно, что ж ты разузнал о Геральте из Ривии? В шестьдесят седьмом году некий Геральт, член гильдии ведьмаков, был произведен в рыцаре королевой Мэвой и именован Геральтом из Ривии Этой чести он удостоился за особую доблесть, проявленную в битве за мост на Яруге Полагаю, ты знаешь, о какой битве идет речь Знаем, знаем Да, были времена Мы вдвоем с Кагыром повели горстку северян против нелюгардского отряда и снесли их Потому что мы должны были обязательно перебраться на другой берег Да, не будем Равиксом представляться Так сказать, отдадим дань памяти Кагыру Кагыру Выступим под своим именем Меня зовут Геральт, я не стану выступать под псевдонимом Теперь можешь взять щит со своим гербом Я ведьмак Ведьмаки никогда не дерутся со щитом Разве я предлагал использовать его в бою? Щит – знак участника турнира Можешь просто взять его на память В таком случае спасибо Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Награды и присягу нет Позволь, я все расскажу Ну давай, что там насчет присяги? Послушай Что ты говорил о присяге? Согласно нашим обычаям Рыцарь выбирает себе присягу Которую он будет связан на все время турнира Он клянется чем-то, что составляет для него особую добродетель А что награда? Не скрой, меня очень интересует вопрос награды Победитель каждого состязания получает трофей Победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира Тот, кто одолеет прошлогоднего чемпиона, получит главную награду Меч, который выкует специально для победителя сам Корнелий из Осенгарда Знаменитый мастер-оружейник Ее сиятельство выписало его из далекого Назаира А меч туфта будет сто процентов Ну, давайте еще раз об испытаниях послушаем Гильем упоминал о состязаниях, но я хотел бы разобраться с ними получше Какая похвальная тяга к знаниям Есть три вида испытаний Стрельба, где ты состязаешься с противником Затем верховая езда на время Точные выстрелы в щиты и удары по манекенам дадут тебе дополнительное время по завершении маршрута В конце тебя ждет командный бой на арене, а в финале поединок с победителем прошлого года По окончании каждого вида состязаний результаты будут появляться на доске у моего шатра Так всегда можно будет проверить, кто впереди Удобно Ну, давайте Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно Великолепно Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Ну, но это будет Кхе Ха 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 Если я даже не видел цаплю Ни одной цапли не видел Что с ней станет Я должен буду убить цаплю или что Клянусь любовью моей дамы То есть если я проиграю что Моя дама меня разлюбит Клянусь подвязка досточнимая княгиня Вот это интересно Если я выиграю Нам Геральту Княгиня даст Подвязку Или как Да давайте не будем мудрить Клянусь цаплей Что буду состязаться Уважая рыцарские добродетели Да помогут тебе боги В твоем выборе Прошу подпиши вот здесь И заполни эти документы С моей стороны Это все Заменив на турнире гильома Ты получаешь турнирные доспехи В тяжелых На блеск Блядь да На время турнира Ты также получишь шатер Ух ты Он находится рядом с ареной Еще и шатер Желаю успеха Да уж Что у них за Вообще за параметры А ну с нашими сравним А ну тут даже броня больше И сопротивление Чуть-чуть Но никаких усилений нет Как я понял Да уж Да А перчаточки нельзя забить Можно Что можно вообще это Считерить Вот так вот сделать И типа Нахер вообще В этих доспехах Со слеза Нас заставят переодеться Просто интересно Я сохранюсь Тут быстрым сохранил Просто проверю Заставят переодеться Или нет Или автоматом переоденут Просто интересно Вроде бы Не заставляю Гера Что в меня Ты решил стать Странствующим рыцарем Шутки в сторону Я тут работаю Тоже будешь биться Еще бы Сейчас буду стрелять Против Райнфарна Из Атро Видел его минуту назад Страшно занят Набивает себе нос Фиште Вроде как Чтоб сосредоточиться Это наверное Не по правилам Кто Нильдгард Запретит Послушай Хочу тебе кое-что сказать На состязании В стрельбе Вы поединок Попадает на такое время Что солнце Будет светить По глазам Именно без разницы Ну Приятного в этом мало А раз уж тебе Все равно ждать Сыграй со мной в Глинт Выиграешь Я с тобой поменяюсь Я южанин Солнце мне не помешает Ну давай Хотя может это Наемно Я не отказываюсь От партии в Глинт Ха Тут верно подмечено Никогда Когда не отказываемся Гернта вообще не может Ну Даже теоретически Помешать Солнце в глаза У него кошачье зрение Может Зрачки Сузить Расширить Как у кота Он видит в темноте Солнце Не должно слепить Но Глупо отказываться От партии в Глинт А вот это вот Мы все снесем И заберем Сразу нахер У билетов Допустим Только что это тебе даст Очевидно Ничего Я понял Да все Это победа Поздравляю Давай тогда меняться Время быстро прошло Сейчас уже появится Госпожа Левиен Я пошел Сейчас начнется Мое первое состязание Удачи А что если он специально Поддавался Чтобы получить Удобное время Для него Привет вам Благородные рыцари Мне выпала Почетная обязанность Стать покровительницей Турнира Сражайтесь достойно Дабы я могла почтить Одного из вас Наивысшей наградой Возлежанием на ложе Вы принесли торжественную клятву Укрепили свое тело и дух И вот настал час Выйти на арену Да Торжественная Клятва Цапли Чего ты там запиздил Убратская стрижка Перед вами Хорм Акерспар Принц Мехта Брат его Императорского величества И первостатейный смельчак Он выбирает Своей целью Только Голубые щиты Против него Новый участник Неизвестный прежде Рыцарь Геральт Из Ривии Поприветствуйте нас Чего ты Бурных аплодисментов нет И его целью будут Только Красные щиты Пусть победит Лучший Пизда тебе Готовься Сейчас Порошок сотру Половину Все цели Ведьмак Убирает Сторон Суждено ли ему Выиграть И терпеть поражение Лежать Плюс Сосать Брат Императора Это легко Было Геральтом В пух и прах Разгромлен Противник Повержен Будто бы он Грешник Богопротивный Это да Че ты Че ты меня несешь Арбалет С гербом Вот награды Рыцарь Арбалет С твоим гербом Поздравляю Да он Говно Выбрось Благодарю Госпожа На память Разве что Оставьте Арбалет Геральта Изрина Расскажи О других Наградах Я не могу Посвятить тебе Больше времени Чем остальные У меня Есть Обязанности Прости У меня Сильно Грожит Медальон А это Означает Одно Магию Боюсь Мое Объяснение Тебя Разочарует Все Дело В духах Их Делала Для меня Моя Чародейка Да Привет Кого Ты Наебать Попаешь Приграть Такому Противнику Как Ты В каком То Смысле Тоже Победа Прими Мои Поздравления Топля Благодарю Стреляет Научись Хорошая Работа Я Тем Временем Узнал Какой Шатер Занимает Госпожа Вивьена Каким Образом Это Мне Поможет Выиграть Турнир Какие Следы Ты Прав На Вивьене Лежит Какое Проклятие Я Почувствовал Это Когда Она Открывала Турнир Значит Не Будем Терять Времени Пойдем Ну Пойдем Да Идем Я Хотел Посмотреть Кто Там По Очкам Лидирует Вот Ее Шатер Загляни Внутрь А Если Кто То Подойдет Я За Ухаю Усовой Явные Следы Коптей Не Знаю Кто Их Оставил Но Кто Очень Крупный А Зачем Ей Статуя Которая Мужскую Силу Дает О Вивьена Глаза Баночка Маскирующая Мази Здесь Очень Сильная Магия Одежда Исключительно Темно-зеленая И золотая Видно Не только Йен Помешана На цветах Перо Иволги Вивьена Держит Птицу В клетке Если Так То Не здесь Наизанская Соль Руксы Питают Слабость С нее Делают Тем Срез Быстрее Ты же Говорил Собой Крикиш Это Не похоже На Солны Ты должен Был Заухать Позже Поговорим Идем Скорее На Турнир Второй Этап Уже Начинается Господа Чего Вы Ищите В шатре Дамы Вдохновение А ну Пошли Вон Отсюда Да Мое Место Вдем Моя Плотва Храбрые Рыцари Благородные Дамы К нам Прибыл Цвет Рыцарства Лучший Самый Из Дальних Краев Все Свели Я удивлен Что нам Разрешили Не одевать Прибывают Потешить Себя Благородной Работой Проверим Все ли Участники С нами Их имена Воспевать Мы готовы Гадать Пальмерин Барон Лонфаля Линос Из Митины Райнфарм Из Атре Хормакерсфарм Из Мет Ну вот он Данимир Из Труа Ги Дебуа Фресне Рыцарь Княгиня Анариэн Дельвин Из Крижо Крафт А Показалось Анси Принц Лири Ири Это не маярка Была Геральт Из Риби Да Это не Плак Славный Молчащий Рыцарь Чемпион Прошлого Года Победитель Этого Года Здоровый Дабы Подтвердить Свой Триумф Сойдется В яростной Схватке 2-х метровых Что за великан Чьё-то невежество требует, чтобы я комментарии оставил Вижу, придется напомнить вам суть наших правил Ничего не говорить Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей Не понял Я мать, королева Лирии и Ривии Мева Произвела тебя в рыцари А ты бежал из ее войска через несколько дней Твое участие в этом турнире оскорбляет меня Не участвует А твое оскорбляет всякий хороший вкус Кстати, уже закончил Отойди Вот королева турнира Дивиена Что вдохновит вас на бой Непременно Блин, это сложный Мамент Привет Пусть моя милость ведет вас Указуя дорогу чести Мужества И славы И не пожелание счастья, рыцарь И сосредоточь все свои силы И только Я что-то знаю Но это не плотва, у нас плотва черная Благородные дамы и их кавалеры Туча всадников резвых, ретивых безмеры Обгоняя друг друга Это бурая какая-то Это не наша плотва Геральт промчится во везду Скакун его как ветер А силы в нем надву Это не плотва А, вот теперь это плотва Так, что тут сначала будет Блядь, как не попал Бред Как не попал Как я не попал, блядь Бред же Я должен был там попасть Блин, а время заканчивается Я же говорил Это сложно будет Я там должен был попасть Но не попал Да ускорится плотва Хорошо Плотва в голову Блядь А что это тут на два разделено Ну ладно, давайте сюда Какая разница Вау, ускоряйся Возы не мешайте Пока вроде бы Время хватает Но я не знаю Где там Финал Так, щитов тоже не видно Но в этот раз давайте Поверку поедем Не знаю вообще Какая разница Вау, ускорься Пожалуйста Да, какая ганза Мы, блядь, на В соревнованиях рыцарей О какой ганзе речь 8 из 9 Не плохо А, 9 из 9 Средь прочих всаднику нет равен Великолепная езда Наездик приз добыл по праву Он настоящая звезда Да, да, я Спасибо Чтоб почтить нам героев И рыцарей славных На Перу веселиться Будем вместе исправно И гостей угощаем Отличным вином Все набрали Бегом Ух ты А вот это уже интересно Большое спасибо Без понятия Я искал твои трусы Будем откровенны Поздравляем С прекрасной победой Это было невероятно Я уже не жалею Что сам не смог участвовать Почти Не спешите фугать Вспомните, что Геральт Одевал белье Идем напер Подождем Бивиену вместе Согласен Не сложно На самом деле Я думал Сложнее будет Терпимо И что скажешь О Вильенне Ну ничего Красота необычайная Я не это имею в виду Еще рано делать Какие-то выводы Я выяснил Что она Использует Сильные Маскирующие Иллюзии Это значит Что на самом деле Она может Выглядеть Совсем иначе Это только Домыслы Я нашел Пару улик И вот думаю Теперь Твоя Вивиена Часом Не Брукса Брукса? В смысле Упырится? Я пока Не уверен Вивиена Еще не скоро Появится Давай выпьем Ну давай За Вивиенну Я надеюсь Ты сможешь Мне помочь За Вивиенну Когда я впервые Ее увидел То понял О чем говорят Все эти прекрасные Стихи И баллады Любовь Не только поэзия Иногда она бывает Отвратительно Прозаической Ты говоришь так Потому что Не знаешь Вивиенну Жизнь с ней Была бы Райской сладостью А ты откуда Можешь Ты сам то ее Как следует Не знаешь Вот именно Ты перчатку Уронил Сопляк Твое присутствие На турнире Оскорбляет Мою честь Я требую Удовлетворения Ходи в шатер Ходи в шатер Бортель Да-да-да Вот именно Трус Я вызываю тебя На конный поединок На главной арене Ну давай Если тебе это так важно Я к твоим услугам Скоро ты горько пожалеешь Что дезертировал Из войска моей матери Сам не понял Что сказал Мы просто помогли Пролитая мной кровь Твою трусость Давай уже разберемся По-быстрому Три Два Один Шевелись плотва Не попали Да и так мы Долго можем Все Сами боги Покарали тебя За труд Мысли Не понял Как я мог проиграть Я должен был Покинуть лагерь Твоей матери Потому что Один человек Ждал моей помощи Я не мог И не хотел Ему отказать То есть Ты отправился С тайной миссией Присягнув Никому не открывать Ее сути Пока не достигнешь Цели Более-менее так Не считая Присяги И того что Я по-прежнему Не хочу открывать Сути этой миссии Такое объяснение Тебя устроит Ты согласился Выйти против меня И вел себя По-рыцарски Я принимаю Уверение Человека чести Я рад Теперь я вернусь К работе Да мы выиграли там Это бред Это бред Мы выиграли там Там нельзя было Проиграть Мы выиграли Да мы выиграли Мое радуется Когда я наблюдаю Шатер Завтра состоится Общая битва Во время Которого Каждый сможет Покрыть себя Славой Там как будто бы В эти доспехи Двух лета засунули Сойтись в поединке С чемпионом Со славным Грагуаром Дагаргон Победителем Прошлогоднего Турнира Веселитесь На славу Но помните Об испытании Что ждет Иди за ней Встретимся В твоем шатре Перед испытанием Помоги ей Ну ладно Выступить Против Вивиены Да-да Я маньяк Ну а что Алло Вивиена Странно Я был уверен Что она здесь Улетает Попробую Пойти за ней Какой же птица Куда-то Меня ведет Это она Что для птичка В принципе Филиппа Могла В саму Превращаться Догнал Даже Обогнал Пантеры Вот это Было Вообще Неожиданно Куда-то Куда ты ведешь Геральт из-за тебя В деревьях застрял Ну и где она А вот Она ведет нас На пантеру Мне кажется Потом целенаправленно Опять Вот эти кошки Огромные Да ее поймать Можно было Если честно За хвост И обземлю Блять Куда она ведет А Геральт Залезь Геральт Залезь Птица Улетела За холм Быстрее Будет пройти Через пещеру Так 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 Видимо Тут еще Зелий Бах да противнички тут конечно поярче птичка меня ждет в любом случае куда-то ведет что-то ей надо все глубже и глубже в лес фу ведьма вивиена госпожа вивиена ты рассчитывала что я погиб да думала ты такой же как эти рецепты любитель турниров бессильный против настоящей опасности я ошиблась значит все-таки ты не брукса никто я подозревал что ты можешь быть вампиром из-за некоторых деталей но я ошибся да и неважно ты часто бываешь на этой поляне ты прав здесь все началось раз уж я не смогла тебя укрыться то хочу чтобы завершилось все именно здесь на этом месте и без свидетелей что завершилось ты ведьмак тебя наняли меня убить верно так что сделай это сейчас и побыстрее прошу тебя я не стану сопротивляться ведьмаки охотятся только на чудовищ и то не на всех ты не чудовище кто же я тогда по-твоему ну мечтать федишистов зачем гадать если ты сама можешь рассказать подожди я не понимаю раз никто не давал на меня заказы то откуда этот интерес гильон тебя натравил он хотел помочь и попросил меня об услуге но если я могу тебе помочь и сам сделал бы это с удовольствием почему я должна тебе доверять мне доверяет княгиня я тоже вырода и такие случаи для меня хлеб насущный выбирай что больше нравится ты не используешь мою историю против меня обещай что никому не расскажешь ну как я ну из цаплей да это уж как бы крайне крайне подходит под эту ситуацию но слишком глупо по моему разговор серьезно тебе нечего бояться я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу если только не решу что без этого не обойтись хорошо я повторю что мне когда-то рассказывала мама ну давай когда она носила меня под сердцем они с отцом часто проводили время на опушке леса на этой самой поляне мама обожала пение и волги гладила живот и говорила как бы я хотела чтобы моя доченька была так же прекрасно как эта птица но в лесу жила существо которое завидовала счастью моих родителей однажды она явилась и сказала что весь лес принадлежит ему и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения чудовище захотела платы а когда родители сказали что у них ничего нет ответила что заберет их нерожденную дочь родители описывали это существо они называли его нюнфы рожденный в чаще леса без матери и отца но когда все началось я была слишком юная несчастна чтобы расспрашивать что случилось потом что случилось потом сначала ничего я родилась обычной девочкой и родители забыли об этом происшествии но когда мне исполнилось 15 начало проявляться проклятие сначала только в полнолуния а теперь дошло до того что даже днем я использую магическую мазь чтобы выглядеть обычно поэтому я подумала что мой секрет раскрыт и тебя наняли меня убить на самом деле когда я шла сюда я уже примирилась со смертью может лучше умереть чем обратиться навсегда а я думаю что грозит мне именно это мазь которую ты используешь очень сильное магическое средство применять его в больших количествах или слишком долго может быть опасно я чувствовала я знала что однажды придется от нее отказаться и навсегда проститься с человеческим обликом возможно проклятие получится снять у меня был случай с бароном которого обратили в баклана я смог полностью его излечить и ты смог бы сделать то же самое со мной ничего не обещаю твой случай очень сложный ты была проклята еще до рождения кроме того как ты говоришь симптомы прогрессируют можно попробовать перенести это проклятие на другого это исключено я не стану подвергать опасности невинной жизни это единственный способ единственный абсолютно безопасно значит есть и другой ты так категорично отвергаешь помощь перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее даже слышать об этом не хочу есть и другой древний ритуал с использованием яйца и волги он должен навсегда освободить тебя от проклятия но может иметь для тебя очень серьезные последствия последствия какие чары наложили еще до твоего рождения ритуал перенесет проклятие с тебя на не вылупившегося птенца и волги а ты освободишься но возможно ты проживешь ровно столько сколько обычно живет и волга семья понимаю не бывает розы без шипов и счастливого конца тоже не бывает но я даже о таком не мечтал идя сюда я была готова к смерти а ты хочешь дать мне 7 лет настоящей жизни это не трудное решение я согласна конечно согласна без колебаний понимаю но пока рано принимать решение подумай еще подумай меня наверное уже ищут на турнирном поле возвращаемся вернемся конечно да давай вернемся но разве ты правда не могу же я появиться там в перьях подожди минуту и как ты от них избавляешься не можем остаться в принципе ты можешь контролировать свой облик нет но я обнаружила что вода из этого пруда помогает действует недолго но всегда интересно пойдем пошли хотя мы где конечно наверное остаться но я просто думал что я остаюсь а она уходит но и мне тут делать нечего я просто из этих рассуждений то выбрал ты что-нибудь узнал да ну так говори же ведьмак я с ума схожу от беспокойства что с ней она просила меня сохранить тайну но я желаю для нее только лучшего может я смогу как нибудь помочь или хотя бы утешить ее левиена открыла мне свою историю по секрету я поклялся что никому ее не повторю но я же не абы кто я бы все для нее сделал это я попросил тебя ей заняться ты не можешь меня вот так отстранить мне очень жаль думаю со временем левиена поймет чем тебе обязана а пока что просто запомни не весь мир вертится вокруг тебя не смей меня поучать не такой помощи я от тебя ожидал еще и место свое уступил тебе на турнире теперь его жалею ты вообще состязаться собираешься или ты договорился с левиеной у меня за спиной до турнира тебе и дела нет не это турнира дело есть я хочу закончить я не меняю принятых решений я приму участие в последней схватке вивиена все равно занята до конца турнира и верно в таком случае встречи с остальными рыцарями из твоей дружины они сейчас у входа на арену недалеко от учебного поля понял спасибо хорошо что нас не заставляют одеваться федоспехи мы уже знаем состав обеих команд я капитан твоей это значит что во время боя ты должен слушать меня ясно дружину противника поведет польмерин де лон фаль этим боем мы вспоминаем битву двести восемнадцатого года под лисьими ямами когда разбойничая ватага южан под началом халара бурова напала на тусен а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент с той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества польмерин вытянул короткую соломинку значит его дружина будет за варваров не вопрос есть нет не думаю что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься ты понятия не имеешь о рыцарском поединке но постарайся не мешать как скажешь время пришло судари мои берем оружие выходим на арену попробую вам не мешать арена представляет командные бои покажут две дружины умения свои и мира здесь не будет пока одна из них на землю не повергнет соперников своих к тому же добродетель в сражении не указ пускай навеки проклят тот будет сей же час раз я о всем об этом уже поведал вам хочу почтить приветом цветник прекрасных дам эта битва решит кто сойдется в финале остальным же в удел суждены лишь печаль это интересно нам разрешили можно не можно знаки использовать нельзя мы просто не мешать должны предлагаю с пальмерином помахаться сейчас со всеми будем махаться сейчас со всеми будем махаться а ничего себе серьезно 1 против 3 на них на поле без зелий без ничего ну а блять ха польмерин еще долба так просто на соло просто в соло да я да я но с могучим грегуаром что ныне чемпион на той земле где славный турнира миф рождет а всех тех у кого уже сил не осталось ждут шатры и напитков божественных ну давайте сюда этого здоровяка хватит кормить его растишкой пусть выходит на честный поединок уже пора выходите на арену есть ли у вас какие-то пожелания или слова что следует передать родным если у вас серьезно спасибо обойдусь это геральт ведьмак он из рилии прибыл на бой но пускай не обманет всех вас его волос седой искушенный в бою удалец он и храбрый герой уже на вытоптанную землю выходит гигант славный это грегуар де горгон герой и победитель да здоровы желаю счастья обоим соперникам по-прежнему нельзя знаки использовать да блин мне кажется геральт не сможет заблочить настолько здоровый меч а кстати нужно оказывается отварами поливаться но только быстрее все истинный рыцарь геральт 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 да я да победил как покровительница турнира я верю наградить победителя он поклялся цапку и серьезность присяги возложенная на келья этой благородной птицы помогла ему одержать блестящую победу он отличился большой отвагой силой и спокойствием Сражался по рыцарству. С честью. Поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Нужно поговорить. Мы сейчас, позже, в моем же. Но у меня еще остались обязанности. И у тебя тоже. Мы тебя сами помещаем. Помахала. Меч подними. Сделайте мою статую. Только, чтобы гениталии не выпирали. Чтобы всякие деды не отрезали. Я так понимаю, пацан нас кинет с бабками. Потому что мы, девчонки, пообещали, что не расскажем ее тайну. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности. А потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, я, честно говоря, я сам не знаю. Да, но у твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись, Гильон. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? У Гильома добрые намерения. Но я ничего не замышляю. Блин, ну как сказать, типа, что я ничего не замышляю, но просто изначально меня наняли помочь тебе. Ну, давайте скажем. Гильом тебе не враг. Да, в любопытстве мало чести. Но он хочет добра. Ты правильно догадалась, это он нанял меня. Только потому, что хотел тебе помочь. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаешь? Хорошо же. Слушай. Ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Прочь! Сейчас же! Походу денег мы не получим. Прощай, 635 прон. Прощайте. Прощайте. Ты говорил, что я могу тебе двигать. Я ему не рассказывал. Я ему не рассказывал. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело. Да я не отчитывался, это конченая, блядь. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Ну хорошо. Надо поискать птичье яйцо. Лучше всего яйцо Иволги. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь этого? Да. Я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертв. Я знаю. Хорошо. Пойдем. Ну, пойдем. А можно меч посмотреть? Да. Блин, 635, все на смарт. Денег не получим. Грустные. И печальные. Ну, хоть бабе это и поможет. Мы пришли. Хоть и поможем мы немножко позже. А все потому, что время серии уже подошло к концу. А это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем до новых встреч, дорогие друзья. Точнее, до следующей ведьмачьей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok